Добрый день, дорогие друзья! Мы в Музее обороны Москвы. Меня зовут Андрей Николаевич Блохин. Я экскурсовод первой категории. Сегодня провожу для вас мастер-класс по праздничной, в военном смысле этого слова праздничной, открытке, подарок, поздравление ветерану, участнику войны, тем, кто помнит о войне, кого вы считаете важным поздравить с памятным военным событием нашей страны, таким как 9 мая, День защитника Отечества, любое другое, что вы сочтете уместным, вплоть до снятия блокады и многие другие события военной истории. Открытка, да. Открытка подразумевает, ну скажем, вот заготовку такого формата. Здесь мы можем поместить, как это обычно бывает, и изображение, и текст, но хотелось бы эту открытку сделать необычной. И вот, на мой взгляд, что нам может здесь добавить значимости в это поздравление. Георгиевская лента. Ее нам раздают на улицах вот как знак мужества и воинской доблести. Два слова я напомню, почему именно эту ленту, а не какую-либо другую. Это лента с ордена Святого Георгия. В Красной армии этого ордена не было, но ее заимствовали как знак гвардии, гвардейских частей военно-морского флота. В 1943 году эта лента появляется на ордене Славы, заменившей у солдатский знак отличия ордена Святого Георгия, более известный как Георгиевский крест. А в 1945 году эта же лента на победной медали за победу над фашистской Германией. Вот эта лента. Здесь слова за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. А здесь слова, которые повторяют фразу Вячеслава Михайловича Молотова, сказанную в первый день войны, в заключении о вероломном вторжении. Молотов сказал, наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. И вот эти слова, наше дело правое, мы победили, остались на этой памятной медали с гвардейской лентой. Ее стали называть в Красной армии и лентой медали за победу, и лента Ордена Славы, и гвардейской лентой военно-морского флота. Название Георгиевское вернется позже. И вот оно вернулось уже в 2000-х годах, и она символизирует, эта лента, и доблестные подвиги Отечественной войны, и прошлых событий, и нынешнего времени. И вот ее хотелось бы включить в контекст открытки. Правда же? Вот как-то остаются многие ленты немножко не в удел после праздников, или до праздников. И вот в этот формат открытки вы, наверное, узнаете здесь контур Ордена Славы. Помните, я вот его вам показывал. Вот он здесь, в немножко увеличенном формате. Вот она лента, солдатский орден, его выдавали, награждали им только солдат. Эту ленту мы можем вставить. Для этого нам понадобится формат А4, свернутый вот под открытку. Здесь контур, его можно будет просто взяв и повторить в ксероксе. Но для того, чтобы поместить сюда ленту, заметьте, надо будет сделать несколько прорезей. Они уже у меня заранее сделаны вот здесь, куда вставляется лента. Здесь, где ее концы будут выниматься. Вот. И мы берем эту ленту и помещаем ее вот сюда. Здесь она появляется. Вот так. Да? Вот здесь вы ее видите. А здесь она вот так выглядит. И мы один край ленты вставляем в эту прорезь. Второй край ленты в противоположную. Ну вот, посмотрите. И уже... Да? Это не просто, скажем, открытка. Это предмет, цивилизирующий воинскую доблесть, включенный в поздравления, напоминающий собой Орден Славы. И теперь лишь остается человеку, который обращается с этим поздравлением к ветерану или участнику боевых действий, самому проявить ряд изобретательности и фантазии, заполнив титульный лист с фамилией, поздравлением, поместить сюда свой рисунок или картинку, скопированную, может быть, и из интернета, из какого-то фильма, написать стихи. А образ награды тот, кто дарит эту открытку, может сделать самостоятельно. Конечно, он может повторить, это может быть школьник, это может быть целый класс, повторить Орден Славы. Здесь Спасская башня Кремля. Она может оставить ее в форме медали за победу. Видите, она была круглой. Но здесь будет включена уже звезда, и в звезде могут быть самые разные комбинации того, что хочет донести создающий эту открытку. Может быть, если это подарок моряку, там будет корабль, или артиллерийское орудие, если это будет артиллерист, если это будет танкист, естественно, танк. Любой род войск может быть здесь изображен фантазией того, кто делает эту открытку. И я думаю, это будет памятный подарок человеку, который оценит обращение к себе от, скажем, школьника с отсылом к истории нашей победы в Великой Отечественной войне, к Ордену Святого Георгия, Георгиевской ленте, и лично к нему, потому что здесь будут упомянуты его личные воинские подвиги или воинская профессия, или род войск, в которых он служил. Вот такая простая, незатейливая открытка из простых материалов. И я надеюсь, она выручит вас, когда вы будете решать и задумываться, как же по-особенному отметить День Победы или тот иной военный праздник. Я думаю, вы сможете этим воспользоваться. А если понадобится, обратитесь к нам в музей, и мы вам по интернету, по электронной почте вышлем трафарет вот этого изображения, и вы сами сможете его размножить, и вставить туда Георгиевскую ленту и превратить это в праздничное поздравление. Искренне надеюсь, что вам был интересен мой мастер-класс по созданию праздничной открытки. И я буду рад, если она вам пригодится, и многие, кто будет ей поздравлен, будут рады вашему поздравлению. Всего вам доброго! До встречи в нашем музее! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok